Непростой год был и у сотрудников МЧС. В правительстве Мурманской области подвели итоги деятельности региональной территориальной системы РСЧС. Губернатор Андрей Чибис наградил отличившихся спасателей. 2020-й был для Мурманской области годом неспокойным. ЧП хватало. Это и затопленные паводком дороги и дома, также разрушенный мост в Кольском районе. Не даёт покоя и коронавирус, бороться с которым пришлось оперативно и слаженно. Вместе этот год тяжелейший переживали, вместе приходилось на ходу принимать решения, взвешивая все риски. И опять же практика показала, что всё, что мы с вами реализовывали, то, как реагировали на это, делали это правильно. Глава регионального МЧС Руслан Назаров на встрече в правительстве области отметил, что несмотря на аварии и обильные паводки, впервые за 10 лет произошло значительное снижение пожаров. Снижение пожаров произошло на 17,5%, гибели на них людей на 36%. И как это не курьёзно осознавать, это положительное следствие от пандемии. Потому что продолжительный период времени, особенно он горимый, это апрель-май, люди находились дома и, соответственно, удалось избежать бытовых пожаров. Также было меньше возгораний в административных зданиях и различных учреждениях. На рекордные 38% снизилось количество происшествий в системе ЖКХ. На встрече не только подвели итоги деятельности региональной системы РСЧС, а также провели церемонию награждения. Отличившиеся руководители и коллективы пожарной службы получили заслуженные награды из рук главы региона. За образцовое исполнение служебного блока, наградение на большую службу и пятидесят празднуем 10-летия со дня образования МЧС России наградить почётным знаком губернатора РСЧС за должностную службу в Заполяне. Майором принеслужим Артешенко Владимир Равирович, начальника службы пожарной решения главного владения МЧС России по городу Споляне. Руководитель регионального МЧС Руслан Назаров в свою очередь вручил ведомственные награды за эффективную работу против распространения COVID-19.